Всем привет! С вами Мария и вы на канале Алмазная вышивка и не только. Я не раз вам говорила, что очень не люблю оформлять свои работы. Их у меня уже много и все они лежат исключительно в тубусах. Да, я очень ленива в этом плане, поэтому всегда нахожусь в поиске супер простых способов оформления. И, наверное, поэтому, попав в какой-нибудь гипермаркет или строительный магазин, я нет-нет да заглядываю в отделы, где продаются рамки, в поиске таких идей. Особенно мне нравится этот отдел в Икее. Если вы раньше не обращали внимания, зайдите на их сайт и посмотрите. Там продаются и хлипенькие деревянные рамки, и довольно добротные ДВПшные рамы. Выбор, конечно, не такой уж и большой, но зато не сильно завышенный ценник. Так вот, там я наткнулась на вот такие держатели для постеров. И сразу возникла идея. А чем алмазная работа не постер? Да, она будет смотреться далеко не так солидно, как в раме, зато это просто, быстро и относительно дешево. Специально ради этого видео я вплотную взялась за свою вазу. Осталось довыложить только вот этот цветок. И как вы уже поняли, именно на вазе мы опробуем икеевские держатели. Сразу скажу, что отдельного видео с финалом вазы не будет, потому что говорить здесь особо нечего. Покупала я ее исключительно ради спецстрасс. И если вы помните, на ней мы тестировали стилус для больших страсс, закручивали ее в станок для алмазной вышивки и так далее. Со всеми задачами она справилась на ура. Выкладки здесь мало, заполнение всего 30%. Размер холста хоть и 50 на 75, но размер самой работы меньше, 42 на 66 сантиметров. Поэтому думаю, что для скоростных вышивальщиц тут дел на два дня. Сюжет специфический, хотя выкладывать его было очень приятно. Все-таки синий цвет решает. И, конечно, такая картина впишется далеко не в каждый интерьер. Но если она вас заинтересовала, я оставлю в описании ссылку на свой обзор трех таких ваз в трех разных размерах. Можете посмотреть. А мы вернемся к держателям. Длина тех, которые я купила, 61 сантиметр. В икее они стоят 400 рублей. И там же вы можете купить держатели длиной 40 сантиметров за 350 рублей. Я взяла 61 сантиметр, поскольку ширина моего холста 50. Кстати, это очевидный плюс держателей. Нам важна лишь ширина работы. Длина может быть абсолютно любой. Да и ширина, в принципе, может быть любой. Главное, чтобы не превышала длину держателей. Итак, за 400 рублей мы получили 4 палки. Две из них ничем не примечательны. А вот другие две, во-первых, имеют сзади вот такое отверстие, чтобы было удобно вешать постер на гвоздик. А во-вторых, к ним прикручены вот такие две скобы. Давайте сначала зафиксируем верхнюю часть холста. Берем палку со скобами, вставляем в нее холст. А теперь нужно закрепить его с помощью второй дощечки. Это не так-то просто сделать, но у скоб есть небольшой завиток на конце, по которому деревяшку удобно продеть. Вот так. Готово. Теперь то же самое делаем с нижним концом. Положили деревяшку, вставили холст, закрепляем второй деревяшкой. Готово. Все. Осталось только найти в доме гвоздик и повесить на него наш постер. К сожалению, у меня в мастерской гвоздиков не нашлось, а сверлить стены мне нельзя, поскольку я арендую это помещение. А дома у меня просто не нашлось столько свободного пространства на стене. Поэтому я не придумала ничего умнее, чем повесить этот постер на временный скотч. Некоторые фотографии я постаралась отредактировать, чтобы убрать скотч, и вы лучше увидели картину. Но, я думаю, принцип и без того понятен. Конечно, если бы это было реальное оформление картины, я бы обрезала все поля, обработала бы края лаком, чтобы не сыпались. Но, поскольку здесь и расцветка, и размер держателей не подходят к вазе, да и в принципе я не собиралась вешать эту работу на стену, я решила с ее помощью просто показать вам принцип, а потом убрать ее в тубус. Кстати, работа очень удобно накручивается прямо на держатель, так что в любой момент можно за считанные секунды ее свернуть и убрать. Напомню, обязательно скручиваем стразами наружу. Понятно, что такой вариант оформления подойдет далеко не каждой работе. Зато это отличный вариант для временного оформления. Например, если вы знаете, что через какое-то время картина вам надоест, и вы захотите заменить ее на другую. Или если вы все никак не дойдете до багетки, а картину на стене видеть уже хочется. Да даже если у вас мало места в квартире, а работы много, с помощью таких постерных держателей вы можете хоть каждый день менять картины на своей стене. А учитывая, что отверстия для гвоздика есть и на верхнем, и на нижнем держателе, вы можете с помощью одного комплекта повесить сразу две картины. И последняя идея – хранение текущего процесса. Если у вас нет своего выделенного рукодельного стола, вы можете закрепить на верхней части холста такой держатель. И после каждого сеанса выкладки просто вешать его куда-нибудь на гвоздик. Не надо ничего скручивать, никуда убирать, просто повесили и все. Напоследок скажу, что держатели можно купить не только в Икеа. Просто загуглите «держатели для постера», и вы найдете множество вариантов и по длине, и по расцветке, и по способу крепления. Есть держатели на веревочке, есть держатели с отверстием для гвоздика, есть и магнитные. На Алиэкспресс также можно найти много вариантов по запросу «постер фрейм». Запрос, как всегда, оставлю в описании. Напишите, как вам такая идея. Может, вы знаете другие варианты использования этих держателей, обязательно поделитесь. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь впереди у нас много интересного. На этом я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!